Так, короче, пацаны, что происходит сейчас тут? Мы находимся на Козельском. Вот ребята, сплитборд Раша. Они, значит, проживают на... На дне океана. На дне океана. Наконец-то лето. Зимний заказ издал, прокрастинация покончена, решил выбраться за город. Я живу в таком месте, где загород начинается в 10 минутах езды практически с любого места в городе. А если у тебя есть тачка с большими колесами и нестандартным клиресом, ты можешь себе позволить несколько больше. Да это, в принципе, так. Конечно, что больше сейчас для выработки рефлекса. Одевать бипер всегда. И включать его еще дома. Сто лет назад, когда я был юн, худ и свеж, я неплохо стоял на снежной доске. Вот здесь, например, строю взлетку, чтобы мощно размотаться в пуглике. Тогда были серьезные пролеты по 30 метров уж точно, но с тех пор прошло много лет, и на доску остановился почти никогда. Но пришло время. Заодно расскажу вам, что такое сплитборд и вулкан Козельская сопка. Поехали. Чтобы так кайфово идти по леднику, тебе нужно проехать всего 40 километров, и ты у подножья вулкана Козельская сопка. Высота 2189 метров. Входит в домашнюю группу вулканов, которые видно с любой точки города. Я так полагаю, что вот после развилки где-то, да? На 900 метрах оно где? Ну, 6 и 7 показывает. До базы? У подножья вулкана находится базовый лагерь для летней тренировки горнолыжников и как промежуточный для альпинистов. Это была некоммерческая съемка, я шел, потому что хотел впервые встать на сплит и попробовать куда-то взойти, но и, конечно же, взять с собой камеру. Хочу отметить, что идти на сплите и снимать гораздо сложнее, чем обычные восхождения на вулкан летом, когда ты пешком, как хочешь, обгоняешь туристов на ногах. Здесь физухи нужно в 2 раза больше. Вообще, я считаю, что весь смысл такого трипа – это не только спуск, но и сам подъем. Это делается не быстро и довольно медитативно. Возможно, это можно сравнить с бегом на длинные дистанции. Есть время подумать, о чем долго хотел подумать. Сорян за тавтологию. Здесь ты сосредоточен только на своем дыхании, движении и невероятной красоте локации. Наверное, конечно, так не у всех, но за несколько часов восхождения я перебрал и расставил по местам все разбросанные за зиму мысли. Ски-тур – отличная терапия, если тебе есть о чем подумать. Если кто-то до сих пор не понял, что такое сплит – это сноуборд, разделенный вдоль надвое. Раскрепляешь – получаешь лыжи, скрепляешь – получаешь сноуборд. Чтобы идти вверх, на скользяк наклеивается специальная поверхность камос в ворс, который не дает обратного отката и позволяет двигаться в гору прямо в лоб. Сплит, снарягу, лопату, биппер, да в общем, все, что нужно для выхода на вулкан, можно взять у ребят со сплитборд Раша. Оденут, научат, благословят, отправят в горы. Но предупреждаю, что это не так просто, как выглядит. Ты должен понимать, куда идешь. Поэтому оставь амбициозные мысли делать это одному. Ходи в горы только с надежными людьми, в ком точно уверен. Дальше был спуск. Я приятно удивлен, что многие что-то помнят. Как по мне, это один из самых крутых спусков за последние лет 10. Вообще гнать по леднику с вулкана – это особое удовольствие. Оно точно не может сравниться с подготовленной трассой. Так что если у тебя когда-то появится возможность, не отказывай себя. Да и вообще, не откладывай свои желания на потом. Вдруг, потом тебе расхочется, и ты так и не узнаешь то, чего так долго желал. Субтитры сделал DimaTorzok